Православная миссия сегодня активно действует в Юго-Восточной Азии, во Вьетнаме и на Филиппинах. В третий раз глава Хантамансийской митрополии Владыка Павел по дополнительному послушанию митрополит Манильский и Ханойский совершил миссионерский визит в недавно созданную филиппинско-вьетнамскую епархию. Подробности далее. Эта поездка оказалась наиболее плодотворной и богатой назначимой события, некоторые из которых поистине исторические. От пополнения епархии новыми священнослужителями до освящения места подстроительства храма и, главное, рождение первого Дома Божия на филиппинской земле. Конечно же, наша московская патриархия все больше и больше набирает свое присутствие на Филиппинах. И этому, конечно, есть то доброе, наверное, взаимоотношение и отношение государства, руководителей государства Филиппин к России. 22 февраля 2020 года войдет в историю филиппинского православия. В этот день управляющий филиппинско-вьетнамской епархией митрополит Манильский и Ханойский Павел великим чином осветил храм преподобного Серафима Саровского в Макаланготе на острове Минданау, первый храм русской православной церкви на Филиппинах. Долгое время молитвы и службы вместо храма совершались в бамбуковой хижине без стен. Три года назад патриарший экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий благословил строительство храма. Возводили его при активном участии благотворителей из России. Много потрудились здесь и местные верующие. Патриарший экзархат существовал в середине прошлого столетия нашей церкви в том регионе. И здесь мы называем не создание экзархата, а воссоздание деятельности присутствия русской церкви в этом регионе. Значимое прислужение состоялось и в столице Филиппин Маниле. В 1922 году здесь был построен храм в честь июрской иконы Божьей Матери, уничтоженной американскими бомбежками в 1945-м во время военных действий с Японией. Историческая правда должна быть восстановлена и будет выделена земля, то есть земельный участок под застройку духовно-просветительского центра вместе с храмом. Особые климатические условия на островных Филиппинах зачастую ставят вопрос не столько самого заведения храмов, сколько потенциальное время их действия. Даже самую прочную конструкцию могут разрушить весьма частые здесь землетрясения. Однако и в этом непростом вопросе метроболит Павел ищет грамотные решения. В коде поездки освящено место по строительству храма в честь апостола Фомы в поселении Кинобалан на острове Мидданау. Возможно, уже скоро, если сбудется чаяние владыки, полноценный храм можно будет собрать здесь за два месяца. Мы специально разработали здесь, в Ханты-Мансийской метрополии, разработали проект типовой, типового храма, который будет применяться на Филиппинах. За время февральской миссии митрополитам Манильским и Ханойским Павлом совершено пять диаконских хиротоний. Приходы обрели новых, так необходимых сегодня священнослужителей. Кстати, девять потенциальных филиппинских пастырей обучаются сегодня в Санкт-Петербургской духовной семинарии. То, что происходит рукоположение из местного населения священства, это говорит о том, что не очень радеют православие Филиппин, чтобы филиппинское православие укреплялось и утверждалось. За очень небольшой срок уже переведена на родной язык неизменяемая часть богослужения. Завершается перевод так называемой праздничной части, особых песнопений, посвященных торжествам годичного богослужебного круга. Кстати, поют в филиппинских храмах совсем по-нашему. И это еще один умилительный штрих в православном сибирско-азиатском портрете. На первые распевы наши буквально только исполняются на их родном языке. И когда они поют, ты понимаешь, что за песнопение поется. Присутствие русской православной церкви на Филиппинах, исторически подтвержденное, начинает очередную веху. В летописи «Утверждение веры в Юго-Восточной Азии» появляются новые миссионерские страницы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова